Егору, как и всем его сверстникам, в детстве прививки ставили. И даже от гриппа он бы привился. Но от коронавируса не готов, точнее не хочет совсем. Я бы себе не стал ставить прививку, потому что ей никто не привит, она не проверена. Ее только недавно изобрели. Соответственно, нету какого-то доверия. И вторая причина. Наверное, меня не коснулась коронавирусная инфекция. Соответственно, я даже не знаю, что это за инфекция. И нужно ли от нее вообще прививаться. Медики с вирусом не просто знакомы. Ситуацию по заболеваемости в том же Алтайском крае на сегодняшний день считают сложной. Ведь многие люди по-прежнему тяжело болеют, часто фиксируют смертельные случаи. Вакцина нужна, уверены специалисты, даже такая, немного сырая. Оценку безопасности покажет большое количество его применения. Поэтому сейчас вакцина зарегистрирована. Она прошла два этапа клинических исследований. Сейчас будет одновременно ее применение и дальнейшее отслеживание ее эффективности и безопасности. Мы должны тоже понимать, что если как только будут признаки, что это опасно и вредно, то никто таких вещей скрывать не будет в масштабах государства. По сути, добровольцами, на которых будут вакцину продолжать испытывать, станут медики. Ведь именно их назвали в числе первых, кому прививку поставят. Правда, скорее всего, по словам Софьянова, это будут бюджетники Центральной России. Главный эпидемиолог края считает, что говорить о вакцинации от коронавируса даже врачей нашего региона рано. Ведь на сегодняшний день никаких нормативных документов на этот счет просто нет. Когда был пандемический грипп, только благодаря вакцине, которую массово мы начали применять, мы смогли тогда остановить высоченный уровень заболеваемости. На сегодняшний день вакцина для коронавирусной инфекции крайне актуальна. Нам она действительно нужна. И поверьте мне, если сегодня все разрешительные документы будут в порядке, эпидемиологи первые пойдут прививаться. Когда вакцина придет к нам в регион, неизвестно. Тем более, когда она будет доступна для массовой реализации. Безопасна ли она на 100%, никто сказать не может. Есть и еще одно «но», говорят специалисты. В отличие от других вакцин, эту хранить нужно в условиях морозильника при минус 18 градусах. И использовать не позже, чем через 30 минут после разморозки. Поэтому сейчас, кроме того, что нам нужно еще отследить ее эффективность и безопасность, сейчас еще предстоит большая работа у здравоохранения о том, как отладить систему транспортировки, хранения, организации услуг, учитывая вот такой сложный формат его хранения. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.